Всем привет! В эфире РСС Лента О2 и с вами я, Дима Кордея. Сегодня в нашем выпуске «Злобные птицы в кинотеатрах», новый альбом Пола Маккартни, «Синий экран смерти» теперь и у Эппу и в кинотеатр с досками. Новый оборот в деле активистов «Молодой гвардии» и «Подпольного казино». Вчера задержанный на 5 суток участник ликвидации незаконного бизнеса Павел Сычев был отпущен. На часах без 20.11 ночи около известного московского изолятора собирается группа молодых людей. Несколько дней назад они пытались собственноручно закрыть «Подпольное казино». В результате за неповиновение сотрудникам полиции одного из них задержали. Сегодня в 23.05 Павла Сычева отпускают на свободу. Конечно, у нас вот этот рейд, которым ребята были, которым забрали в полицию, это был третий рейд. До этого приходили в том числе даже с камеры Первого канала. Но, видимо, люди совершенно безразличны. Да, им все равно, они снова открываются, открываются. В том числе из-за этого мы попросили проверить действия сотрудников ОВД, потому что они знают это место, это точка буквально вот у метро. Ровно в назначенное время Павел не спеша выходит из ворот изолятора. Соратники тепло встречают его. На лице активиста не тени от последних пяти суток, проведенных под арестом. Не, я могу сказать, что условия спецприемники номер один достаточно очень достойные, да, которые сделали его начальство и руководство. Все очень адекватно, поэтому у меня к этому претензий нет. Но вот к ОВД Новогирееву, да, есть претензии и по поводу их основной работы, ну и, наверное, и по тому, как люди находятся у них в предварительном заключении. Настроение не просто хорошее, а боевое. Друзья делятся с Ичевым последними новостями, главной из которых злосчастное казино, по сообщению свидетелей, возобновило свою деятельность. Мы прекрасно понимаем, что наши действия – это кость горли, как и у криминала, у криминального мира, так и у сотрудников полиции, потому что наши действия напрямую показывают их бездействие, да, в ряде округов и районах города Москвы. Первым, что сделает Павел, оказавшись на воле, будет покупка продуктов тем, кто разделил с ним заточение в общей камере и просил о помощи. Далее он сразу отправится к жене и сыну, а после короткого отдыха вновь приступит к незавершенному делу. Angry Birds скоро появится на киноэкранах. По мотивам популярной игры снимут полнометражный фильм. В сценарии киноленте по Angry Birds напишет ветеран сериала «Симпсоны» Джон Витти. Ожидается, что экранизация игры появится в кинотеатрах 1 июля 2016 года. Пол Маккартни выпустил 16-й по счету студийный альбом «New». Как ясно из названия, альбом состоит только из новых песен. Их за 6 лет, прошедших с выпуска прошлого альбома, набралось 12. Уже известно, что в видеоклипе на песне «Queen is Eyes» из нового альбома снимутся Джонни Депп и Кейт Мосс. Одна из самых известных пар 90-х впервые после расставания появится вместе на публике. То есть на экране. Так что «Queen is Eyes» гарантированы рекордные просмотры на YouTube. На форумах Apple появилось множество сообщений о том, что iPhone выдает ошибку в виде синего экрана. При использовании приложений из офисного пакета iWork, разработчиком которого являются программисты Apple, айфоны внезапно перезагружаются, а их экраны на короткое время вспыхивают синим цветом, что очень похоже на знаменитый синий экран смерти. Нечто похожее происходит и при переходе в режим многозадачности путем двойного нажатия кнопки «Home». Раньше синий экран смерти был фирменной фишкой Microsoft Windows. Apple работает над устранением этой ошибки. Центробанк опроверг слухи о появлении большого количества высококачественных подделок пятитысячных купюр, появившиеся после того, как банкоматы ряда крупных банков перестали принимать пятитысячные купюры. По официальной информации, банки просто экономят на оборудовании банкоматов, и приемные устройства проверяют лишь часть из множества защитных знаков банкнот. Бояться пятитысячных купюр не стоит. Человеку отличить фальшивую банкноту от настоящей не составит труда. В кинотеатры начали ходить с досками. Премьера нового фильма о сноубордистах собрала экстремалов со всей Москвы. Наш корреспондент Брюс Нован разделил с ними любовь к адреналину. Эта премьера не блещет звездными гостями, но светится хитрыми улыбками. Фрирайдеры, те, кто катаются везде, где едутся, приходят оценить новое видео Джейка Блавельта, одного из самых известных и безбашенных сноубордистов мира. Проект Нейчерли — это путеводитель по самым ответственным склонам Канады, Европы, США и Японии. Это фильм документальный, он не художественный, он очень красивый и рассказывает, собственно, про Джейка, про нашу команду и про индивидуальность каждого из членов команды в целом. Актрису Елену Борщову за уши сюда никто не тянул. Для нее любоваться трюками дощатого спорта интереснее мыльных опер. Девушка не раз приземлялась на пятую точку из-за сноубординга, но желание идти на новые безумства только крепнет, параллельно с ягодицами. Я встала, я каталась при Брусье на самых каких-то безумных каких-то трассах, как мне потом люди объяснили, потому что вот у меня сидит друг, вот, он катается где-то... Он ест рыбу. Он за границей где-то катается, да, и он говорит, что ты катал, ты начинала с при Брусье, с Азао, это вообще что-то, вообще сумасшедшее. В самом кинозале проходит выставка скейтов. Просто некоторые из этих людей даже спят в обнимку с досками для асфальта или снега. А главный повод гордости у райдера – это количество путешествий в компании с любимым транспортом. Она со мной побывала в Анапе, в Переславле. Я, правда, на ней не... Нижний Волочок, наверняка. Да, она просто со мной ездила. Ну, она была уже в шести, наверное, или семи странах мира. Прошла куча таможен, здесь даже есть такие вот наклеечки из аэропортов. Вот, но проехала много аэропортов в Лондоне, во Вьетнаме, на Бали, в Сингапуре. В широкий прокат белоснежные приключения команды сноубордистов не выйдут. Все еще лучше. Уже через неделю по окончанию мирового тура фильма его можно будет увидеть в интернете. Но повторять то, что там покажут, без подготовки все же не стоит. Брюс Нолан и Юрий Токарев, РСС-лента О2. На этом пока все. Следите за нашим эфиром, и вы узнаете еще больше интересного. С вами был я, Дима Кордея, и вы смотрели РСС-ленту О2. Новости о том, что тебе интересно, потому что О2 — это про тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова